Наконец-то оковы эмбарго сняты, и я имею полное право рассказать о Майнкрафт RTX. Это свершилось, и мы можем полностью насладиться этим событием. Точнее не полностью, так как пока нам доступна только бета-версия, когда уже будет финальная, никто пока не знает. Но главное, что бета-версия доступна всем желающим, так что если Вы готовы узнать как же будет выглядеть этот новый Майнкрафт, пристегните ремни. Привет, меня зовут Неркин, и мы начинаем открывать Майнкрафт по-новому. Вперед за истиной, и RTX ON! Если кто вдруг в танке, либо же не интересовался темой новой графики в Майнкрафте, то напомню. Еще в далеком 2017 году, разработчики Майнкрафта анонсировали новую графику под грифом Супер Дупер График Пак. Это грубо говоря, своеобразный текстур пак, который делал новую графику в Майнкрафте, будто бы шейдеры. Должно все это было стоить 10 долларов, и быть доступным почти на каждом устройстве. Телефон, планшет, консоль или ПК, не важно. Как заявили сами разработчики, они будут стараться максимально оптимизировать этот пак, чтобы все были довольны. Но шли недели, месяцам, даже годы, и новостей про этот пак все не было и не было. Точнее как, они были, только они были не совсем утешительными. Хелен Чанг, руководитель этого проекта сказала, что они пишут новый движок, и делать это совсем не просто. Так как они не рассчитали свои силы в этом деле, разработка затянулась на довольно долгий термин. И вот, 12 августа 2019 года, разработчики выпускают новый апдейт, где рассказывают, что они закрывают разработку графического набора из-за больших технических проблем. Цитирую. Супер-дупер амбициозная инициатива, которая преобразила Майнкрафт. К сожалению, обновление технически оказалось слишком требовательным, чтобы его можно было реализовать в соответствии с нашими планами. К сожалению, мы оказались разочарованы производительностью на разных платформах, и отменили разработку. Сейчас мы ищем другие пути преобразить игру. Скорее всего, проблема была в мобильных устройствах, для которых довольно трудно оптимизировать игру, без существенной потери той самой красивой графики. Конечно, эта новость расстроила многих игроков Майнкрафта, учитывая то, как долго мы ждали это. Но уже 19 августа, спустя 7 дней после новости о том, что работа над графическим обновлением отменяется, на официальном канале Майнкрафта нам показывают анонс «Майнкрафт с RTX». Многие этой новости обрадовались, многие, увы, расстроились, узнав, что это будет только на компьютерах и только с картами серии RTX. Ну а многие начали строить конспирологические теории о том, что это именно из RTX закрыли разработку. Ну работа над этими двумя проектами велась скорее всего одновременно, совершенно разными людьми. Сложно за 7 дней заключить договор между компаниями, и сделать видео-анонс, в котором показать хоть что-то. Так что винить в чем-то RTX, думаю не будет самым лучшим решением. Но я слишком много уже болтаю, давайте уже поговорим и посмотрим наконец-то Майнкрафт с трассировкой пути. Мне посчастливилось стать одним из первых, кто поиграл в Майнкрафт RTX. У меня доступ появился еще 10 апреля, но нигде и никому нельзя было про это рассказывать, так как был эмбарго до сегодняшнего дня. Я уже успел достаточно поиграть и получить много полезной информации про эту версию игры. Если вдруг Вы не знаете, как включить бета-версию, то в конце ролика я Вам покажу как это сделать, все очень просто. При входе Майнкрафт сразу дает нам знать, что это бета-версия своим логотипом, с плэшом, серым цветом заднего фона, ну и информационной панелью вверху экрана. Теперь кстати, начиная с этой версии Майнкрафт использует новый движок под названием Render Dragon. Здесь задействована игра слов, Rendering и Ender Dragon, своеобразная отсылочка. Пока информации о том, как же работает этот движок и что в нем особенного нету, кроме общедоступных понятий, что благодаря ему работает технология RTX. При этом планируется, что движок будет адаптироваться к используемому аппаратному обеспечению, чтобы поддерживать приемлемую производительность на широком спектре устройств. До этого момента, этот движок использовался в Майнкрафт на Xbox One и PlayStation 4. Итак, мне пока доступно 5 бесплатных карт, которые создали одни из самых лучших компаний по разработке наборов для Майнкрафта. Когда Вы смотрите это видео, то должна быть еще одна, шестая карта, тоже бесплатная, которая прям мега крутая. Все эти карты созданы для того, чтобы в той или иной мере показать Вам возможности трассировки путей. Сейчас я зайду на карту, и буду показывать Вам все это, чтобы Вы могли понимать, что же это за RTX такой. Также буду писать название карт в левом нижнем углу. Как я уже говорил, все карты совершенно бесплатные, и каждый желающий сможет их себе скачать, дабы в полной мере посмотреть на то, как же выглядит Майнкрафт с новой графикой. В ближайшем будущем, Nvidia также создаст бесплатный HD набор текстур, правда точную дату выхода я увы не знаю. Я более чем уверен, что у Вас возник вопрос, Неркин а сколько же сие чудо будет стоить? Это очень важный вопрос, учитывая то, что графический набор должен был стоить 10 долларов. Это обновление будет совершенно бесплатным, оно будет не отдельным, а скорее частью масштабного обновления. Этот Майнкрафт использует более новую и лучшую технологию под названием трассировка путей. Это новая методика, которая позволяет симулировать физическое поведение света. Ну прям настолько близко к реальному, насколько это возможно. Базируется он на алгоритме, который трассирует лучи в направлении от виртуальной камеры и сквозь пространство. Таким образом луч грубо говоря отскакивает от предметов до тех пор, пока полностью не поглотится или рассеется. Это позволяет сделать картинку намного качественней, но при этом такой метод требует большей вычислительной мощи. Поэтому игра на картах ниже серии RTX невозможна. Помимо прочего используется еще одна технология которая называется DLSS 2.0, что вместе с трассировкой путей делают Майнкрафт одной из самых высокотехнологичных игр во всем мире. Если честно, меня аж гордость берет. Сама же DLSS это технология которую придумали Nvidia, я не хочу закидывать вас ненужной и сложной информацией, постараюсь объяснить все предельно простыми словами. Это метод сглаживания краев на объектах, чтобы избежать лесенок и прочих неприятных артефактов. Данная технология сопоставима с привычным антиалиазингом, только вместо использования мощности самого ГПУ, DLSS полагается на ядра Тенсор. Это отдельный блок в чипе RTX, который оптимизирован для работы с искусственным интеллектом, нейросетями и глубоким обучением. Если еще проще, то эта технология делает изображение красивым, четким, сглаженным и добавляет фпс. Если мы ее выключим, в настройках это называется апскейлинг, то фпс падает до 30. Все становится менее плавным, и при этом графика станет чуть хуже. Так что прилив кадров в два раза, это действительно годная тема. Такое ощущение, что это встроенный оптифайн. Хочу затронуть еще одну вещичку, от которой наверно не будут в восторге люди, которые делают карты. Раньше для бедрок текстуру было важно два фактора, цвет и прозрачность. Сейчас же этих факторов станет в три раза больше. Я сейчас не шучу. Чтобы нарисовать текстуру для бедрок версии понадобится учесть цвет, прозрачность, металличность, нормальность, излучаемость цвета и шероховатость. Я понимаю, что это наверное не сильно обрадует, но все же это сделает Майнкрафт намного красивее. В описании я оставил ссылку на официальное руководство от Nvidia по созданию текстур в фотошоп, гимп, пн.нет, пиксель арт.ком и других программах. Но это касается только RTX текстур, обычные как рисовались так и дальше будут рисоваться. Уверен, что есть еще два очень важных вопроса, которые мне уже успели написать в комментариях, отвечу на первый. Неркин, а будет ли трассировка лучей в джава майнкрафте? Однозначного ответа вы от меня не получите. Проблема в том, что Майнкрафт использует OpenGL, в нем есть очень много технических ограничений, и Майнкрафт не поддерживает Директ Икс 12 и Вулкан. Именно они позволяют делать честную трассировку лучей с использованием Директ Икс Рейтрейсинг. Есть конечно некие слухи, что Вулкан может появиться на джава, но они настолько тихие, настолько не уверенные, что очень сложно делать хоть какие-то малейшие заявления по этому поводу. Ну, а второй вопрос, как мне кажется еще более популярный от прошлого, а в чем смысл, проще шейдер скачать и дешевле будет? Так то оно так, но вот не совсем правильное суждение. Моды с шейдерами они как бы улучшают графику игры при помощи симуляции, поддельных и заранее просчитанных эффектов, добавляемых при помощи обновленных рендеров в сочетании с новыми текстурами и другими улучшениями. Но к сожалению, все моды упираются в ограничение моддинга из-за отсутствия доступа к исходному коду игры. То есть, как бы шейдеры не старались быть крутыми, быть хорошо оптимизированными им будет довольно сложно. Все из-за того, что в самописных модах и шейдерах с трассировкой лучей, не совсем ее честная реализация, которая частично считает сцену. Она позволяет делать довольно много, но до настоящей трассировки ей далеко, как по точности, так и по возможностям. Тем более, эти моды никак не смогут задействовать РТ-ядра, чем очень сильно гружают видеокарту, которая никак не может включить эти РТ-ядра, которые берут всю тяжесть трассировки лучей или пути на себя, тем самым снижая нагрузку на все остальное. Но я думаю Вы смогли заметить то, что я переключаюсь между графикой, показывая то обычную, то совсем другую. Это очень важное замечание, я про него чуть не забыл. Дело в том, что не у всех есть видеокарты серии RTX. Nvidia и Microsoft это прекрасно понимают, поэтому грубо говоря, если у Вас нету этой карты, то в настройках даже не будет возможности включения трассировки путей. Это будет как бы обычная версия, как и была у Вас до этого. Если же у Вас видеокарта серии RTX, то Вы спокойно получите в настройках возможность включения трассировки путей. Понятное дело, разработчики тоже подумали о том, что возможно Вы не захотите играть с этой графикой, поэтому дали возможность ее отключать. Можно как и в настройках это сделать, так и при помощи клавиши G. Нажимаете ее и графика возвращается прежняя. Честно говоря, я был немного в шоке, когда впервые увидел эту графику. Я не понимал как реагировать, мне казалось, я поставил какие-то шейдеры, но это все было взаправду. Больше всего меня убило преломление света в воде, как в реальной жизни, то есть если мы подойдем вот к этому берегу, то кажется, что крайний блок это самый что ни на есть обычный полублок, но если мы нырнем под воду, то заметим, что это самый обычный цельный блок, и если всматриваться чуть дальше, то даже можно заметить, как бы преломление как в реальной жизни, оно может быть и неровным. От этого я чуть с ума не сошел, так что тут разработчики постарались на славу. Ну понятное дело, это бета, но все равно, очень круто. Ну и о том, как же установить эту версию. Опять же расскажу Вам, если у Вас есть любая карта серии RTX, Вам обязательно нужно установить последнюю версию драйверов от Nvidia, дабы новой графикой корректно работала. Увы, раньше была информация, что все это будет работать даже на последних картах серии GTX, но увы это не так. Я не зря много раз говорил, не трассировка лучей, а трассировка пути, и это было не ошибкой, так как эта технология более ресурсозатратна. Затем нужно стать бета-тестировщиком, сделать это очень просто точно так же как и раньше. Заходите в центр предводительной оценки Xbox, если нету, то скачайте в магазине Microsoft, все бесплатно. Зайдите в него, зарегистрируйтесь, если понадобится. Затем есть кнопка контент программы предводительной оценки, жмете на него, Вам будет доступен Майнкрафт Windows 10. Жмете на него, затем кнопку присоединиться, ждете пока Майнкрафт заново перекачается, и можете спокойно себе запускать. Милости прошу. Я очень рад, что стал частью чего-то нового в жизни Майнкрафта, и хоть как-то этому поспособствовал. Мое же мнение по этому всему, Вы уже могли понять по ролику. Это все безусловно очень красиво и необычно. Я до сих пор не могу поверить, что это официальная графика в Майнкрафте, а не тонна модов и шейдеров. Если кто-то из старых игроков увидит этот ролик, он подумает, что я спятил и пытаюсь кого-то обмануть. Но это действительно так, это новая ступень в развитии Майнкрафта, скорее даже эволюции. Понятное дело, пока это все даже не ранний доступ, а бета, в которой много ошибок, багов и недочетов. Скорее всего на финале, мы увидим что-то действительно необычное и максимально оптимизированное нечто. Беты на то и созданы, чтобы быть сырыми и призывать всех фанатов помочь в дальнейшем развитии. Если Вы здесь впервые, то не забудьте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать выход следующих роликов. Про лайк не забывайте, а с Вами как всегда был я, Неркин, и помните, что мы открываем Майнкрафт по-новому. Еще услышимся, и как говорится, хэштег RTX ON.